Джамбо попал в приют, когда ему было около двух лет. За этот период своей жизни он уже успел многое повидать, включая трагичные события, которые произошли на территории, где обитали приматы. Их спокойная и размеренная жизнь была нарушена в одно мгновение, стоило лишь браконьерам появиться возле дома Джамбо и его матери. С тех пор малыш остался сиротой и самостоятельно взрослел. Он не мог полностью обходиться без помощи, но другого выбора у него не оставалось. Джамбо продолжал жить в дикой природе ровно до тех пор, пока его не обнаружили работники приюта. Специалисты были в курсе тех кошмарных проделок, которые периодически устраивали браконьеры, поэтому старательно выискивали осиротевших приматов. Среди найденных горилл попадались как малыши, так и сравнительно зрелые особи. Все они попадали в приют, где их обеспечивали комфортными условиями проживания. Джамбо стремительно рос, с лихвой опережая своих собратьев. Сотрудники приюта стали свидетелями естественного отбора. Этот мощный примат с лидерскими замашками возглавил группу обезьян. Если бы Джамбо попался браконьером в таком возрасте, те бы точно захотели получить в качестве трофея такую огромную гориллу. В приюте, где находился Джамбо, уже много лет занимались лечением обезьян. Через заботливые руки специалистов прошло около трех сотен пострадавших приматов. Их травмы и болезни не всегда были связаны с происками браконьеров, но и такие случаи тоже имелись. Джамбо попал под опеку одной доброй женщины по имени Джейн. Опытному специалисту было известно, как вырастить из малыша сильного, здорового и умного примата. Джейн сумела найти общий язык с Джамбо и сразу же полюбила животное как свое дитя. Горилла тоже оказалась дружелюбной по отношению к людям. На первых порах Джейн практически нянчилась с малышом, поэтому наизусть знала его повадки, вкусы и особенности характера. Женщина легко различала его состояние и всегда понимала, когда примат доволен, а когда раздражен и хочет побыть в одиночестве. Но даже в самом плохом настроении Джамбо мог подпустить к себе Джейн. Другие сотрудники приюта не попадали под это правило. Они были рады, что у Гориллы появилось доверительное лицо, несущее за него ответственность. Коллеги женщины часто подшучивали над ней, говоря о том, что Джейн и Джамбо как любящая мать и послушный сын. Со стороны это смотрелось именно так. Джейн с улыбкой относилась к остроумию своих соратников, понимая, что шутки подобного рода исходили от людей с добрыми помыслами. Женщина была невысокого роста, и в какой-то момент Джамбо смог обогнать ее. У некоторых работников приюта появились некоторые опасения, а не станет ли примат агрессивным и опасным по отношению к маленькой женщине. Но Джамбо продолжал относиться к своей опекунше с глубоким уважением и вел себя достаточно смирно и предсказуемо. Но даже Джейн замечала, что дружелюбие примата распространялось далеко не на всех. Среди горилл Джамбо вел себя как вожак и даже мог проявить жесткость в ответ на неподчинение. Обезьяны не боялись своего лидера, поскольку нежная и заботливая сторона у него тоже имелась. Джамбо был скорее справедливой гориллой, нежели строгой. Он всегда расплачивался со всеми верной монетой. Помимо жесткости, ему было свойственно умение любить ближних и относиться к ним по-доброму. Наверное, именно эти качества характера обеспечили ему такой авторитет среди других обезьян. Все это было очень умилительно. С виду громадный, мощный и играющий мышцами вожак стаи, а внутри доброжелательный, сердечный и заботливый друг. Джамбо мог разъяриться на своих собратьев только в том случае, когда кто-то начинал претендовать на его место. Его неоднократно пытались свергнуть с лидерских позиций, но примат продолжал гнуть свою линию. Однажды на территории приюта случился жестокий бой между Джамбо и двумя другими самцами, которые не собирались мириться с его ведущей ролью. Их поединок был завораживающим и отчасти пугающим. Сотрудники приюта кинулись разнимать животных, но это мероприятие выдалось рисковым и сложным. В конечном итоге горилл сумели разогнать в разные стороны. Спустя какое-то время Джейн встревожилась изменениями в поведении Джамбо. В своем обычном состоянии он был игривым и любопытным, а еще всегда тянулся к общению и взаимодействию с другими приматами. Но теперь его дела обстояли иначе. Джамбо начал подолгу скрываться в траве. Держался поодаль от своих собратьев, даже от тех, с кем он раньше дружил на ежедневной основе. Теперь его было невозможно увидеть прогуливающимся по вольеру или играющим с какими-то предметами. Эти изменения потрясли всех, поскольку такого поведения от Джамбо никто не мог ожидать. Раньше примат всегда интересовался делами собратьев, а также охотно приближался к сотрудникам приюта, когда те приносили ему очередную порцию лакомств. От прежнего приветливого Джамбо не осталось и следа. Даже если он находился неподалеку, в его глазах читалась апатия. Его перестали интересовать прежние вещи. И это было крайне тревожным звоночком. Однажды, когда проблема начала серьезно беспокоить девушку, Джейн отважилась на смелые действия. Она захотела покормить Джамбо, находясь при этом в вольере. Женщина не сразу сумела собраться с духом, чтобы пойти на такой шаг. Она продолжала отслеживать поведение своего подопечного и выжидала наиболее подходящего момента. Вскоре такой момент настал. Джейн принесла вкусную еду, разложила ее в положенном месте и осталась возле Джамбо. Примат проявил небольшой интерес к пище, но совсем не обратил внимания на свою гостью. Такое безразличие подтолкнуло женщину к еще одному шагу. Она решила отправиться в заросли травы, где начал прятаться Джамбо. Ей хотелось проверить это место на предмет наличия каких-либо вещей. Всем сотрудникам было интересно, почему примат подолгу находится в зарослях. Джейн пыталась найти хоть какую-то зацепку, но ей не удалось этого сделать. Джамбо протоптал дорожку в траве, и это единственное, что бросалось в глаза. Никаких предметов в зарослях не было. Сотрудники не знали, как себя вести. Вроде бы и хорошо, что не было найдено ничего подозрительного. Но и мотивы Джамбо не получилось выяснить до конца. Вскоре Джейн заметила, как примат держит в руках какой-то предмет. Ей снова пришлось всех всполошить. Ответственным за животных было крайне важно узнать, что происходит в вольере, ведь от этого напрямую зависело состояние примата. Среди сотрудников приюта нашлось несколько человек, которые выказали готовность приблизиться к Джамбо. Однако у гориллы были совершенно другие планы. Как только люди начинали приближаться к нему, Джамбо начинал вести себя агрессивно. Его никто не провоцировал и не пугал, но примат не желал терпеть таких выходок, продолжая скрывать свой секрет. Издали были понятно, что в руки Джамбо попал какой-то несъедобный предмет. Но что это было? Примат держал загадочную вещицу при себе, и ни с кем не собирался ею делиться. Тогда Джейн потребовала принести бинокль, больше не было сил гадать, что такое ценное прятала огромная горилла. Она пристально всмотрелась в вольер и пошатнулась от шока. В руках Джамбо была маленькая обезьянка. Такой вид примата редко встречался в их приюте, и конкретная обезьянка уж точно не была из числа местных питомцев. Откуда и каким образом она попала сюда неизвестно. За Джамбо и его новым другом начали вести регулярное наблюдение. Примат кормил малыша своей едой, играл с ним в стороне от других обезьян. Сотрудники приюта стали очевидцами удивительного зрелища. Огромная и воинственная с виду горилла дружила с крохотным и хрупким созданием. Возможно, Джамбо защищал этого крошечного малыша от других горилл, чтобы те по глупости или интересу к новому не навредили обезьянке. В любом случае, этот момент тронул всех сотрудников до глубины души. Вот такие необычные вещи случаются в нашем непредсказуемом мире. Братья наши меньшие не перестают удивлять. Благодарим за просмотр. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные выпуски.